Всего три медицинских работника Ленинского округа в этом году стали обладателями сертификатов на получение жилья по губернаторской программе «Социальная ипотека». Одной из них стала Дарья Нефёдова. В 2010 году она переехала в Москву из Кыргызстана, где окончила с отличием медицинскую академию. Здесь она продолжила учёбу, прошла несколько курсов повышения квалификации, а в 2013 году устроилась работать в Видновскую детскую поликлинику. Получилась штука. Устроилась в детскую поликлинику и дежурант в соматическое отделение. И на тот момент ещё работала врач дошкольного учреждения, то есть детский сад 39-й был и школа номер 2 в Виднов. И вот прошло уже 8 лет в этом году. В 2019 году врача перевели в амбулаторию Дрожжино. Сегодня она помогает ребятам из четырёх населённых пунктов, расположенных по соседству. Место работы удобное. Сама Дарья с мужем и детьми живёт в служебной квартире в комплексе «Бутово парк». Однако семья давно мечтает о собственном жилье. Помочь в этом вопросе смогла именно губернаторская программа. Посмотрев на своих коллег, у нас в подразделении и педиатры, и другие доктора, скопрофильные, уже воспользовались этой программой. Рассказали о всех как бы льготах, плюшках, каких-то подводных камнях, возможно. И говорят, ну, что ты сидишь? Давай, подавай. И она подала. Сегодня для оформления социальной ипотеки помимо общих документов необходимо иметь врачебный стаж более трёх лет, а при прохождении отбора заключить новый трудовой договор. Дальше остаётся лишь выбрать банк и получить кредит. Это шансы действительно получить своё жильё, потому что по-другому заработать с учётом нынешних рыночных цен, заработать на квартиру самостоятельно, при более такой площади, это практически нереально. Сегодня Дарья знает точно, что будущую квартиру приобретёт в новом доме неподалёку от её нынешнего места жительства. Благодаря губернаторской программе платить семье будет необходимо лишь по процентам кредита. Всё основную сумму возьмёт на себя бюджет.